как брокеры работают интересно почему брокеры не знают что нельзя разгружаться по воскресеньям в общем теперь я остаюсь здесь до завтра спагетти будут спагетти с пармезаном и что-нибудь еще сейчас холодильники вот вы говорите я гучи покупаю там кроссовки и прочие вещи парень в гучи спортивном костюме такой же трек драйвер как я это к тому ребята что гучи в америке это повседневная одежда ребята если вы хотите работать и зарабатывать так же как я я могу помочь вам устроиться в компанию в которой я работаю для этого от вас нужно немного всего лишь быть на территории сша потому что компания не делает рабочие визы не поможет вам уехать из той страны где вы сейчас находитесь и у вас должны быть действующие права сидел права позволяющие вам работать на больших траках напишите мне на почту на мой email он сейчас будет на экране и под видео в описании к этому ролику напишите мне в теме письма работа дальнобойщиком и самом письме напишите немножечко себе какой у вас опыт если нет опыта тоже не страшно работа на больших траках и фотографии вашего сидел и я помогу вам связаться с компанией там же вы договоритесь о работе вся домашняя еда подъедена за эти пару дней поэтому придется готовить ужин самостоятельно сейчас и хотя нет блинчики с творогом еще и завернуты что мы сегодня будем на ужин мы сегодня будем готовить спагетти будут спагетти с пармезаном и что-нибудь еще сейчас холодильники поищу добавим немного соли у меня только такая которая как перец макарошки почти утонули макароны естественно нас аль денте добавляем немного масла и так у нас спагетти пармезан и кабачковая икра не самое удачное сочетание но она такая прикольная вроде ничего поэтому в этот вечер будет идеально вот такая максимально простая еда в в дороге понятное дело когда приеду домой будут дорогие рестораны деликатесы и если есть постоянная в ресторанах вкусную еду то она приедается и кажется не такой вкусно если вот так как и очередовать три недели на обычном питании неделя ресторанная то деликатеса кажется еще вкуснее я загрузили ехать смотрите 1862 мили я поеду штат кентукки или как американцы говорят кентаки вот и гроз этого груза 11000 долларов цена очень хорошая поеду туда где потеплее чем здесь вот вы говорите я гучи покупаю там кроссовки и прочие вещи типа выпендриваюсь вон парень в гучи спортивном костюме такой же трек драйвер я так тому ребята что гучи в америке это повседневная одежда это не какая-то супер дорогая роскошь как в россии после каждой загрузки обязательно заезжаем на весы проверить сколько насколько меня загрузили могу ли ехать с этим весом потому что компании которые загружают все понимают они все знают но тем не менее бывает шалят и загружают чуть больше 1437 это у нас . взвешивание 1437 здесь уже привязана карта компании то есть оплачивать компания 12 долларов 50 центов стоит я уже поэтому дачку вижу что перегруза быть не должно но перегруз есть на заднюю ось 34 380 там не должно быть перегруза сейчас придется двигать оси общий вес 8 80 тысяч должен быть фаундов на переднюю ось 12000 перегруза нет на вот эти оси под 34 сейчас на драйвер аксель недовеса здесь перевес значит мне нужно сдвинуть назад задние тандем чтобы груз чуть ушел вперед на задние нельзя перегруз на драйвер аксел можно где-то до 500 лб перегруза можно делать сейчас будем менять буквально чуть-чуть прям сдвинул тандем и назад сейчас будем перезвешиваться еще раз на этих же весах видите когда 2 развешивающийся он предлагает теперь вот первый раз и перевзвешивание ты нажимаешь перезвешивание и уже 3 доллара не 12 долларов слишком много перевел видите 35 такого быть не должно час назад буду уводить и так с 3 попытки я поймал вес должно быть 12000 34000 34000 общий 80000 вот нас 34 160 это не страшно на драйвер аксель дается перевес небольшой до 500 паундов почему дается такой перевес на задние колеса трака из-за баков с топливом она же меняется вес топлива уменьшается трак становится легче в дороге а полный баке это как раз плюс килограмм 250 где-то весом поэтому туда как бы по законам америки можно можно делать небольшой перевес что я и сделал собственно так а теперь прийти в салт лейк сити да мне нужно заехать в одну организацию по кое-какому делу связанному с траками снежок лежит уже в айдах еще зима здесь даже есть какие-то правила растерии понять тоже можно посидеть отдохнуть туалеты эта информация про пожары попить водички можно это женскую и вон там мужская еще тут еще есть еще какая-то информация водопад здесь есть в айдах карта штата я ехал где-то вот отсюда от меридиана сюда и загрузка у меня будет в твин фэлсе автоматы с едой ну чё так чисто Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Детально, что там в них, я не знаю. Еще не изучал этот вопрос. В общем, эти все документы, которые позволяют траку работать в течение следующего года. И вот мне нужно сейчас эти наклеечки приклеить, а документы убрать наверх. Это две наклеечки. Вот это Нью-Йорк Пермит какой-то, департамент налогов и финансов. Вот эта штука, это, я почитал в интернете, топливный налог на каждый трак. Он взымается каждый квартал 4 раза в год, а наклеечку дают на весь год. Клеишь на траке. Вот, так что пойдем клеить наклейки. Так, главное в нашем деле аккуратность. Отодрать, наверное, ее... Да, это будет сложно, поэтому мы сначала протрем влажной тряпочкой, потом сухой. Вообще, даже вот эти стикеры на обычную машину, каждый год регистрация на машину, оно... Клеится поверх одно другого. И теперь самое главное, точно попасть. Ну, вроде идеально. Ну, почти. Но главное, что на год она выдержит. Так, а Нью-Йорк Пермит уже у нас пытались кто-то отодрать. Наверное, ее лучше аккуратненько отрезать. Да, и поверх наклеить, потому что она очень плотная. Видите, она не вся отдирается, а только верхняя часть. Сейчас я ее отрежу и так же приклею наверх. Наклейки наклеены, у меня еще есть несколько минут перерыва. Я думаю, перекушу. У меня еще остались блинчики с творогом. Вот, можно бы к ним кофе добавить, но я поем с водой. Потому что не хочу кофе. Вообще, питаться можно как угодно и есть, что хотите в дороге. Просто я питаюсь просто без мяса, чтобы не толстеть в дороге. А кофе не пью, чтобы не бегать в туалет. И таким образом больше ехать. Вот, в принципе, меня более чем устраивает такое питание. Я вообще не страдаю. Я, наоборот, в дороге худею, а дома отъедаюсь. Вот такая вот у меня схема. Удобный навигатор показывает, куда ехать, какую полосу брать. Ну, я к гуглу больше привык. Смотрите, снег сейчас шел сильный. Еще в Небраске еду. Сейчас уже не так сильно идет. Но все равно я удивлен. Я думал, наоборот, из зимы в лето еду. Но пока еще не доехал, наверное. Вот опять крупные хлопья пошли. Блин, когда уже лето будет. Домики симпатичные. Целые особняки. Или это комплекс апартаментов. Такая вот Небраска. Еду сейчас по объездной городка Линкольн, который называется. Направляюсь в сторону Канзас-Сити. Поеду, наконец, на юг. Может, там потеплее будет. И вспомнил многочисленный комментарий о том, что работа дальнобойщика, ну, как бы, это не прикольно. Три недели в рейсе жить в будке, как говорят. Да, ну окей, я все понимаю. Но точно знаю, что эта работа дальнобойщика, она точно такая же, как и в России. То есть, там такие же примерно условия. Понятно, что она в миллион раз комфортнее, в миллион раз прибыльней, чем в России. Но, тем не менее, суть работы, она не меняется. Я не говорю, что это крутая работа и классная. Эта работа сейчас очень прибыльная в Америке. И мы даже с другом, когда думали, куда пойти, какой бизнес попробовать делать, пришли к выводу, что это большие деньги, но это тупые деньги, мы их так называем. В том плане, что нет мозгов делать бизнес, ну, иди в дальнобой. Или есть мозги, сделав бизнес, нет первоначального капитала, ну, иди в дальнобой. Короче, получается, честно, быстро и много заработать денег, это иди в дальнобой. Вот такая вот простая формула. Поэтому здесь заработаем денег, а дальше будет видно, чем мы будем заниматься. Смотрите, за ночь как-то завалило меня снегом. Оставился на Растерии. Траки рядом. Не уехал я еще от зимы никак. Кто спрашивал, сколько можно ехать за рулем, вот смотрите программа. Логбук, она дает 11 часов драйвинга, то есть вождение 14 часов, в принципе, активности за день. Ну, это имеется в виду, что, например, я загружаюсь, осматриваю трак, разгружаюсь, я же все жду в машине, сижу. Но я как бы не сплю, не отдыхаю. Вот, даются 30-минутные брейки, 8 часов на сон. Вот, в принципе, за 11 часов, если ехать со скоростью, там, в среднем 70 миль в час, там, где-то 75 можно, где-то 65 будет скорость, ну, примерно, может быть, 70, но вот за 11 часов, ну, 70 миль в час, это 770 миль можно проехать. Ну, пускай там еще вычтем какие-то погрешности, ну, 700 миль, ну, 650 точно можно проехать. Начинаем наш рабочий день, давайте, on duty, P-T-I, trip inspection. Все, начался мой рабочий день. Успел остановиться, что-то непонятное все встали, снег идет, походу, какая-то авария. Дорога плохая уже, который трак, вижу, сошел с дороги. Специальная служба вот так вытаскивает. Приехал на разгрузку, в воскресенье утро, вот на стле. И вон там дядечка мне сейчас сказал, что... Чувак, сегодня никого нету на разгрузке, тебя никто не примет груз, грузчики отдыхают, сегодня же воскресенье. Как брокеры работают, интересно. Почему брокеры не знают, что нельзя разгружаться по воскресенью? В общем, теперь я остаюсь здесь до завтра. Завтра, он сказал, мне с утра наберет. Как только приедут разгружать, команда грузчиков будет на месте. В заводной стле. Вот, он меня сразу наберет и скажет, подъезжай, чувак. Мы готовы будем тебя разгрузить. Ну а пока у меня, получается, выдался выходной. Вон, видите, на этом пайлоте есть сабвей, есть макдональдс. Ну, собственно, я решил взять кофе, раз туалет рядом. И взял себе шоколад. Здесь рядом с этими небольшими заводными складами находятся какие-то, ну, не деревни, это, наверное, какие-то поселочки маленькие, несколько штук. Вот, и начал я в понедельник в обед. Разгружу, я так думаю, этот груз тоже завтра в понедельник, где-то к обеду ближе, из-за вот такого выходного. Раз уж выдался выходной, я заехал в Walmart, вот так парковал трак на заднем дворе, где траки разгружаются у них. Вообще, конечно, не в каждый Walmart можно заехать за едой. На улице идет дождь, и я сначала поставил вон там, вот здесь трак, и ко мне подъехал мужичок на машине, такой лет 50 за 50, и начал мне объяснять, что там стоять нельзя. Он такой подъехал, злой ругался, типа, что ты здесь встал, тебе здесь нельзя, я говорю, мне просто купить еды. Он говорит, ладно, поехали, я покажу тебе, где. И все, вон мы объехали здание Walmart, а там я поставил машину, и он докопался что-то до меня, ему поговорить интересно. И вот давай, мы, наверное, с ним полчаса стояли и болтали, и в основном я слушал, понятное дело. Оказывается, он сильно подвыпил, вот, тоже приехал в Walmart по своим делам, и ему скучно, ему хочется поговорить. И вот он узнал, что я русский, начал мне рассказывать за Сталина, еще что-то много информации, я все, конечно, там не понял, что он говорил, что он очень верующий, за церковь мне что-то говорил. Короче, такие американцы, поболтать, конечно, хлебом не корми их. Сам этот дядька в 12-м поколении американец, и его родственники приехали из Гамбурга, из Германии сюда. А, как бы сколько, в 17-м веке, он сказал, 1600 в каком-то году. Они приехали в какой-то здесь город, и вот они недавно из этого городка сюда переехали, совсем рядом тоже какое-то поселение. То есть, вот они уже здесь 400 лет здесь, живут на одном и том же месте. А я нахожусь в штате Кентукки, напомню, приехал от Walmart. Так, мне нужно бананы, ягоды. Ягод много не бывает. Так, малина. Возьму вторую, наверное, такую ягодку, потому что что-то очень я ее люблю. Возьмем орех пекан. Такого у меня нету, остальные у меня все были. Такое вот картофельное пюре, оно по составу вроде нормальное. Там ничего особенного нет, кроме настоящей картошки и приправ. Так, взял водичку, яйца. Надо взять йогурт. Что-то такое вот, нольпроцентное. Самое оно. Может быть, даже парочку возьму. Да, наверное, два. Так, сыры возьму пармезанчик один. Один у меня еще есть большой. Возьму, наверное, бри. Ну, пусть президент, не самый лучший бри. Но пойдет. Для траковой жизни нормально. Помидоры не могу найти. Ищу, ищу маленькие черри. Смотрите, на чем он откнулся. Листья алоэ. Я помню, в деревне у бабушки такие росли. В горшках алоэ. Мы их отрезали и соседям отдавали, кому надо. В Америке, пожалуйста, два с половиной бакса. За штучку, я так понял. За одну. Так, где мои помидоры? Вижу, большие. Мне нужны черри. Так, взял щетку. Это, чтобы в трейлере убирать. Ну, и в основном все такое, чтобы поменьше сахара, побольше полезности. Короче, всего самого необходимого вышло на 87.97, на 88 долларов, считай. Какая-то такса маленькая в этом штате. Доллар 25. Так, вот на неделю закупился. Примерно обычно долларов на 100 выходит. За ночь выпало столько снега, что прям все. Настоящая зима. Если вот так вот приблизить. Там деревья без листвы. Снег. Можно спутать с Россией. Вот. Сказали, в 10 часов мне дадут дверь на разгрузку. Пока вот стою, жду, смотрю. Что тут происходит. Считаю, в 10 часов дадут дверь. Там пока разгрузят. К обеду, в общем. Я думаю, у меня закончится этот трип. Ну, все, как я и говорил. Две поездки за эту неделю. Вот так посмотрим вдаль. Ну, прям. Ну, Россия, Россия, согласитесь. Домики, холмы, зима, деревья без листвы. И здесь снег, все белое. Фантастика. Смотришь прям, не знаю, какая, на какую область в России похоже. А если вот так сделать, ты понимаешь, что ты в Кентукки, а не в России. Вот, вход в Ватар, горячая вода. Сразу понятно, что в Кентукки. Троллера стоят. Какой-то тут интересный жакузи. Что там за вода? А этот пустой. Дали мне дверь. Все, встал. Жду, сейчас начнется разгрузка. Такой вот заводик. Я привез, оказывается, не готовые полупубликаты, а какие-то то ли реагенты, то ли специальные материалы для производства чего-то. Ах, все строго. И вот в отдельные двери меня поставили на завод. Тут троллера стоят, какие-то домики на колесах, маленькие для пикапа трейлеры. Вот тоже стоят. Там еще какое-то здание. Столбы, как в России такие. Вы меня спрашиваете, а что насчет рейтов, не режут ли рейты у тебя в компании? Честно сказать, не знаю, режут здесь или не режут рейты. Но вот блогеры в ютубе на тему трек-драйвинга, вот, у которых есть свои компании уже, которые нанимают людей, они не режут рейты. Они об этом заверяют и об этом говорят, что вот, ребята, мы не режем рейты, мы самые честные на этом рынке. И я им верю. Я как бы не говорю, что они неправы. Но они платят водителям 65 центов за милю. То есть, какая мне разница, как водителю, какой рейт, сколько платит клиент за эту доставку, если я получаю центы за милю. Хоть он миллион долларов платит компанию, хоть сто долларов за эту поездку, я получу все равно центы за милю. И центы за милю и рейт, они, ну, никак для меня не коррелируются. Они никак не соприкасаются. Это разные вообще вещи. Поэтому, когда я звонил в те компании, к блогерам, которые нанимают на работу к себе, у них платили 65 центов за милю. Я проехал 2900 миль за эту неделю. Очень мало, потому что загрузка одна перенеслась на другой день из-за того, что трак был грязный. И сегодняшняя разгрузка переносится на завтра из-за того, что они в воскресенье не работают. Как бы практически минус два дня, практически пять дней, наверное, всего я ехал в сумме. И вот я проехал 2900 миль, и если бы мне платили 65 центов за милю, а честная компания, которая не режет рейты, я получил бы 1885 долларов. Но я получаю не 65 центов за милю, я получаю 27% от гроз. И на этой неделе у меня всего два груза. Один за 4400, второй за 11000 гроз. Это 15400 в сумме, 15400 гроз. И это еще, получается, последняя неделя, когда я получаю по 27%, а со следующей буду уже по 30% получать процентов от гроз. И вот такой вот получается мой заработок на этой неделе 4158. А если бы я работал центы за милю, то это было бы 1800, да, с копейками. Чувствуете, да, в 2-2,5 разницы. Поэтому даже если у меня в компанию режут рейты, я все равно зарабатываю в 2-2,5 раза больше, чем люди, которые работают в честных компаниях и получают 65 центов за милю. 4158 это не 5000 долларов в неделю, но уже, думаю, со следующей недели с повышенным процентом. И в те недели, когда не будет накладок с грузами, наверное, будет так и получаться. Я очень надеюсь на это, но еще буду снимать и показывать. И мне пишут, что, чувак, никто не будет простому дальнобойщику платить 5000 долларов в неделю. Согласен, ребят, если вы живете в России, вам никто такие деньги платить не будет, потому что 5000 долларов в неделю это 375 тысяч рублей. В России таких денег и в месяц платить дальнобойщику не будут, не то что в неделю. Поэтому это даже вот можно посчитать, 375 если на 7 поделить, пускай каждый день работаешь. Это получается 53 571 рубль в день. В день, ребята, задумайтесь, какая пропасть. Но не суть. Поэтому я согласен с вами, да, такие деньги платить никто не будет водителю, если вы в России живете. Если вы живете здесь и говорите мне, что я обманываю, и пятерку 5000 нельзя получить за неделю, ребят, просто попробуйте поработать не за цент и за милю. И у вас получится 5000. Итак, розыгрыш, номер Калифорния, Пешков или Пешков, извиняюсь, я здесь неправильно произношу фамилию. Чтобы забрать номер, напиши мне на мою почту под видео. Тема письма, розыгрыш. И мы с тобой выясним, как тебе его доставить. И следующий номер у нас будет разыгрываться вот такой, 66 трасса. Чтобы выиграть лайк, подписка, комментарий. Если вы уже подписаны, лайк и комментарий. Всем удачи, ребят. Всем пока.